Добрый день, приветствую вас на канале HDTVZone и сегодня я хочу рассказать вам о мультимедиа возможностях ресивера IP Box Prism Cube. Вот мы видим перед собой меню XBMC, это уже мультимедиа начнем сначала с погоды. В меню вызывается стрелками влево, стрелкой влево на основной клавиатуре. Вот, как вы видите, я настроил себе два города, Ужгород и Киев. Устраивается дополнение очень легко, но название местоположения нужно вводить латиницей. Сейчас вы увидите, вот так вот переключаются города. То есть был у нас Ужгород, теперь погода показывается по Киеву. Дополнение позволяет просматривать прогноз погоды на 10 дней, на 36 часов, погода на выходные. Прогноз погоды по часам. Идем дальше, фото. Я закинул себе на флешку пару фотографий, как вы видите, они здесь разного разрешения, разный формат. Фотография отображается довольно таки легко, тормозов никаких нету. Ну... Да... Так... Ну... то есть ресивер и XBENC сами адаптируют их под размер вашего экрана вызываем, ну тут можно посмотреть сортировку изменить отображение то есть у меня вот сейчас списком ну и можно запустить показ фотографии в виде слайдшоу довольно таки красиво реализовано тут такое ощущение как будто вода или течет, ну как минимум ветерок такой играет веку тысяч б б Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Можно увидеть основные параметры запущенного видео. Вот это я сейчас открыл дополнительные настройки видео. Вот это... Я попытался подключить к видео дополнительные субтитры, которые XBNC может стянуть из интернета, но... Сейчас вы вот увидите, что у меня это, к сожалению, не получилось. Открываем видео опять, перемотаем немножко. Откроем аудио настройки. Кстати, здесь же можно включать-выключать субтитры, если они есть в видеофайле. Или можно менять дорожку субтитров. Кстати, в этом меню присутствует опция довольно-таки полезная иногда, это смещение звука. Иногда бывает, что звук либо отстает, либо немножко забегает вперед, и происходит такая рассинхронизация. Зависка нулажда. Субтитры добавил субтитры. Используем. Зависка. Скажем, это может быть. Зависка. Вы видите, я переключаю субтитры на английский. Субтитры создавал DimaTorzok Вот видите, пошли субтитры в английском. В принципе, может быть полезная штука, особенно для того, кто хочет изучить язык. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Если бы на флешке было больше файлов, то можно, например, скрыть просмотренные файлы. Только это у нас один файл на флешке, то вы этого не увидите. Субтитры создавал DimaTorzok Приходим дальше, музыка. Тут все по аналогии с видео и с фотками. Субтитры создавал DimaTorzok Если у вас в папочке с музыкой будут текстовые файлы с текстами песни, то есть возможность их отобразить в настройках. Сейчас включим. Вот. Просто нету текстов песен у меня. Но, в принципе, такая возможность существует. Можно включить визуализацию. Вот, например, такой. Вот, например, такой. Ну, а теперь покажем, собственно, прелесть XBMC. По сути, это дополнение. Потому что посмотреть фото, проиграть аудио-видео сейчас умеет фактически любой ресивер. Вот. Я предварительно на флешку закинул репозитарий Cepius. Сейчас мы его установим. И добавим по пару дополнений с каждой категории. То есть пока вы не поставите репозиторий, или не подобавляете какие-то дополнения из существующего репозитория, ну, просто там в основном все англоязычное, то у вас дополнений каких-либо не будет. Вот. Открываем репозиторий Cepius. Сейчас подождем он обновится. Поехали. С помощью репозиторий Cepius можно поставить практически какие угодно дополнения. Есть погода, есть контент для взрослых, есть различные фильмы, аудиокниги, ну, в общем, море всего. Cepius BMC это кроссплатформенный медиаплеер, то есть его можно допустить и на компьютере, и, ну, теперь уже знаю, на многих устройствах его можно допустить. То, соответственно, там дополнений мама не горюй. Вот. Поставим парочку аудиодополнений. 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 Видеодополнения поставим. Я ищу Мегуго, потому что я знаю точно, что Мегуго работает. То есть, если вы ставите какое-то дополнение, и оно у вас не работает, не расстраивайтесь. Либо попробуйте найти ему альтернативную замену, либо, ну, можно попробовать с другого репозитория поставить, или поискать по сайтам, то есть конкретно, то есть не из репозиторий его ставить, так как отдельно само дополнение. Вот оно, Мегуго. Парочку программных поставим. Яндекс и Кинопоиск. Яндекс и Кинопоиск. Яндекс и Кинопоиск. В качестве фотодополнений поставлю демотиваторы. Выходим из этого меню. Возвращаемся в главное меню XBMC. Ну и начнем вот с фотодополнения. Вот тут можно видеть по категориям, в принципе, разбито. наиболее комментируемый. Выбор редакции. Работает, много показывать не буду. Видеодополнение. Заходим в Мегуго. Рекомендованные, например. Вот первый попавшийся фильм «Ёлки-3». Попытаюсь опять включить субтитры уже здесь. Не везет мне что-то все время субтитры. К сожалению, не получилось субтитрами. Редактор субтитров А.Семкин. Корректор А.Кулакова А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует... Так, идем дальше. Сейчас на другое я выхожу. Идем... Музыка. Музыкальное дополнение. Вот, например, аудиокниги. Очень удобно, когда глаза устали, отдохнуть как-то хочется. Нужно включить себе что-нибудь интересное и послушать. Проигрывается точно так же, как и обыкновенная аудио. Даже визуализация присутствует. Вот, на заднем фоне. Перейдем к программам. Яндекс.Телепрограмма. Не знаю, почему. На загрузке висит. Программу показывать не хочет. Нужно будет по репозиториям посмотреть, поискать что-нибудь другое, альтернативу какую-нибудь. Очень удобно. И sonst. Ищем. Вот так же... Альтернативу. Висит, 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 программа никак и не открывает. Если нажать на клавиатуре клавишу I, то можно попасть в настройки дополнения. То есть бывают дополнения, где нужно, например, ввести логин-пароль от какого-нибудь сайта. То есть по такому принципу, я извиняюсь, Torrent.TV работает. Вы должны быть VIV-пользователем и, соответственно, ввести свои регистрационные данные в настройки дополнения, чтобы вам показывали канал. Можно посмотреть сведения системы. Память, IP-шник, накопители, настройки сети, настройки видео, информацию о настройках. Ну и оборудование. Сейчас видим процессор, прошивку. Есть менеджер файлов. То есть, например, можно перекинуть флешки на жесткий диск, аудио, видео, фотки. Можно удалить просмотренные или прослушанные файлы. Можно создать папку. Что тут сказать? В принципе, удобно. Такой себе упрощенный Total Commander. Воспроизводить аудио, видео, фотки можно прямо с файлового менеджера. Еще удобно тем, что в это же время можно, как вы видите, сейчас файл копируется и проигрывается одновременно. Смотрите продолжение в следующей серии. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...